Всем привет! Меня зовут Ушел, и если я сейчас звучу немного иначе, чем в других обзорах, то на это есть определенная причина. Ведь сегодня на тесте у меня микрофон от компании FIFINE K669. Скажу сразу, что микрофон мне прислали на обзор, и ранее об этой компании я ничего не слышал. И если бы мне его не прислали, вряд ли бы я остановился именно на нем, если бы я искал себе новый микрофон. Все-таки не каждый будет покупать себе миг от фирмы, название которой хрен по мигам произносить. То ли FIFINE, то ли FIFINE, то ли FIFIN. Короче говоря, непонятно. Но давайте уже начнем обзор. Продается микрофон в коробочке из-под смартфона. Ну, вернее, конечно, это не коробка от смартфона, но размеры, согласитесь, очень схожи. Дизайну нет. Есть логотип и все. Содержимое тоже весьма ожидаемо. Внутри коробки можно найти сам микрофон, подставку под него и немного бумажек. Первая благодарит нас за покупку, вторая содержит в себе спеки микрофона и то, как его подключать и куда говорить. И раз уж затронули тему спеков, то чтобы мне их не проговаривать, то вот они на ваших экранах. Микрофон кардиоидный и емкостного типа. Это означает, что он записывает только то, что спереди, и игнорирует шум по бокам и сзади. Это, в свою очередь, означает, что вещатель в микрофон может быть максимум один. То есть, если вы планировали записывать на него интервью, то это можно будет сделать только с вашим альтер-эго, а не со вторым живым и существующим в этой реальности человеком. Короче говоря, мик отлично подойдет для записи подкастов, обзоров и стримов. Можно и записывать музыку, но только с одного инструмента, например, с гитары. Качество записи, если честно, мне очень понравилось. Сейчас будет фрагмент записи того, как звучит микрофон без какой-либо обработки. Собственно, вот так звучит микрофон без подавления шумов, выравнивания моего голоса и без каких-либо других примочек. Примерно на такое вы можете рассчитывать, если ведете стрим. По-моему, результат отличный. Но давайте вернемся к звуку, где нет на фоне шума от моего системного блока. Раз уж про тип и про запись мы поговорили, самое время взглянуть на сам микрофон. Весь корпус выполнен из алюминия, ну или какого-то другого металла, но мне все же кажется, что это алюминий. Покрашен мик в черный цвет, но есть еще и синяя версия. В сетке нет поп-фильтра, так что, во-первых, можно на свет посмотреть, что внутри, а во-вторых, значит, возможно, стоит инвестировать немного денег в покупку стороннего поп-фильтра. В микрофоне есть единственный орган управления. И если вы умеете читать по-английски, то наверняка поняли, что это регулятор громкости. То есть, если покрутить влево, ваша запись будет тише. Если покрутить вправо, то микрофон вас будет записывать громче. Но также при этом будет ловить всякий шум и есть вероятность ловить помехи. Путем экспериментов я обнаружил, что где-то посередине находится золотая середина, где и меня слышно нормально, и мой системник практически отсутствует на фоне. Никаких других органов управления нет, даже кнопки отключения микрофона нет. Но надо понимать, что он все-таки китайский, и китайцам не очень удобно вас прослушивать, если вы замьютите микрофон. Самое странное в микрофоне, это, пожалуй, система крепления. Во-первых, от кронштейна, который тоже металлический, микрофон можно отсоединить, открутив металлическую же шайбу. Резьба этого разъема мне показалась нестандартной, то есть это не 5,8 дюйма, а что-то больше. К кронштейну через уже стандартные крепления в 5,8 можно прикрутить ножки. И в собранном виде вся эта конструкция на вид не очень устойчива и вообще какая-то странная. Но на самом деле, на практике все нормально. Микрофон стоит уверенно на столе. Кронштейн позволяет регулировать наклон, так что найти угол, с которым было бы удобно в него плевать, вполне реально. На концах металлических ножек можно найти типа резиновые или силиконовые подушечки. Почему типа, ну они капец какие дубовые, так что говорить про возможность ими гасить колебания, например, от печати, не приходится. Да и за столы ножки цепляются не лучшим образом. И если вы внимательно смотрели этот обзор, то вы наверняка заметили, что все это время вы также могли наблюдать кабель, который исходит из микрофона. И он, к сожалению, не отсоединяемый, что на мой взгляд очень и очень странно. Тот кабель, что есть, длинный и толстый, поэтому потенциально от него могут быть определенные проблемы. Кстати, на другом конце у вас обычный USB Type-A разъем, так что да, это простой USB микрофон, с которым у вас будет минимум геморроя. Plug and play, как говорится. К сборке и исполнению я вопросов не имею. Весь микрофон ощущается весьма солидно, по многому благодаря тому, что почти все элементы этого микрофона металлические. И учитывая, что по сути микрофон крайне простой в своем исполнении, мне больше нечего про него рассказать. То, как он записывает речь, вы могли понять на основе этого обзора. Хороший это уровень или не очень, вы можете для себя решить сами. Мне запись понравилась. И как минимум тем, что количество помех и шума по сравнению с моим Samsung Meter Mic тут гораздо меньше. А это значит, что в редакторе я буду проводить гораздо меньше времени. Также, помимо, собственно, записи речи, стоит отметить качество сборки и используемые материалы. Микрофон в руках ощущается весьма качественным девайсом. Что не понравилось? В первую очередь то, что невозможно отсоединить кабель. И это, по-моему, какой-то бред. Во-вторых, немного смущает внешний вид микрофона на кронштейне. Выглядит все это как-то странно и неустойчиво. Ну и подушечки на ножках, по сути, бесполезные. И это, наверное, все. И как вы поняли из перечисленных минусов, каких-то глобальных проблем я так и не обнаружил. Поэтому остался, пожалуй, последний нераскрытый момент. Это, конечно же, цена. Стоит этот микрофон в среднем 4000 рублей у нас в рознице. В китайских интернет-магазинах цена будет примерно в два раза ниже. Стоит ли записанный звук 4000 рублей? На мой взгляд, да. А если вы за 2000 или 2500 купите, то я думаю, вы останетесь однозначно более чем довольны. И на этой вот нотке я, пожалуй, закончу сегодняшний обзор. Если видео вам понравилось, то с вас коммент, лайк и подписка. Если не понравилось, то сорян, всем невозможно угодить. Субтитры сделал DimaTorzok